Девушки отдыхают Пошли Не хочу в буфет Я в выходные у бабушки Два часа на кухне в буфете прятался И чашку разбил Крику было Не пойду Ух ты! Ничего не трогай! Мама не разрешала Мама не разрешала Ой! Ой! Мама не разрешала О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Мама не разрешала. Нельзя. Таракан, таракан! Где? Ах, это вы про меня. Во-первых, Сверчок. Позвольте представиться. Антонио Иннокентьевич Сверчинский. Из почтенного рода Сверчинских. Сверчок-виртуоз, приближен к музыке, ныне музыкальный хранитель. Мой прадед еще Паганини смычок канифолил. Ну, надо же, таракан. Так меня еще никогда не называли. П-простите, я не хотела вас обидеть. Так, кто вы такие? И что тут делаете? Мы проходили мимо и случайно сюда упали. Да будет вам известно, что случайно в оркестровые ямы не падают. В противном случае, она была бы постоянно набита посторонними людьми, которые сыпались бы сверху. Но мы хотели только посмотреть. И поэтому вы все трогали, схватили дирижерскую палочку и размахивали ею. Непочтительно обращались с инструментами, и они обиделись. Происнесли заклинание, и музыка ушла. Как это? Это палочка волшебная. А после безрассудного обращения с волшебными палочками, обычно бывают большие проблемы. А где же все инструменты? Обиделись и ушли в свой музыкальный город. Я же тебе говорила, что мама не разрешала. А как же второе действие? Мама и папа вернутся, а музыки нет. Вот видите, что вы наделали. Господин Сверчок, помогите нам все исправить и вернуть музыку обратно. Пожалуйста. Ну-ну, так и быть. Я вам помогу договориться с инструментами. Ведь никто не знает их лучше, чем я. А одним вам не справиться. Но надо торопиться. Скоро закончится антракт. Нельзя же оставлять слушателей без второго действия. А как же мы попадем в музыкальный город? У меня есть ключ. От этой маленькой двери, через которую мы попадем в большой музыкальный мир. А поможет нам план музыкального города. Сначала мы отправимся в квартал духовых музыкальных инструментов. Музыка. 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 Девушки отдыхают 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 Не думайте, что остальные инструменты такие же У каждого свой характер Следующий квартал деревянных духовых инструментов Фагот, гобой, кларнет и флейта Это семейство Ой, караул! Предупреждаю, я вооружен Невероятно, они и сюда добрались Хотите все разрушить? Нет, нет, что вы, мы пришли извиниться Так вы не собираетесь превратить наш дом в руины? Нет, честное слово Слава богу, в доме такая нервная обстановка Пропал, пропал метроном Признавайтесь, это вы его украли? Нет, мы не брали, но можем помочь его найти Метроном стучит, как сердце Нет Нет, не то Нет Нет, не то Теперь наша жизнь снова примет размеренный ритм Значит, вы больше на нас не сердитесь и вернетесь в оркестр Конечно, но как только допьем свой кофе Тогда до скорой встречи А мы поспешим дальше Струнные смычковые инструменты Все они имеют одно строение и принцип игры Четыре струны натянуты вдоль грифа Звук извлекается смычком, когда им проводят по струнам В этом семействе главное место занимают скрипки Им вторят и помогают альты, которые немного больше и ниже тембром При игре скрипку и альт кладут на плечо Здесь будет нелегко договориться Если ничего не поможет, дайте скрипки это Кто там, дорогой? Похоже, это те грубияны, которые так беспардонно щипали нас за струны Что вам нужно? Мы очень извиняемся и хотели вас попросить вернуться Никогда, 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 никогда! Я никогда не перенесу такого оскорбления У вас, наверное, абсолютного слуха нет А вы осмелились меня трогать? Не знаем, может и нет Боже, они не знают Со мной сейчас будет истерика Со мной тоже Дорогая, я налью нам валерьяны Может, вы согласитесь это принять? Что это? Боже, какая прелесть! О, дорогой, посмотри, какая прелесть! Это великолепно! Каприз Паганини Ну, конечно! Мы вернемся в оркестр, чтобы это играть Какие могут быть сомнения? Вот и замечательно! К сожалению, нам нужно идти дальше Так что, увидимся в оркестре У скрипки такое переменчивое настроение Лучше уйти, пока она не передумала Контрабас и виолончель Следующие представители струнно-смычковых Намного больше по размеру Поэтому играют на них Поставив инструмент перед собой вертикально Также они имеют шпиль для упора в пол Виолончель обладает богатым, низким звуком Играют на ней сидя И самый высокий по росту Но самый низкий по звучанию Представитель Контрабас Играют на нем обычно стоя Вы нас помните? О, да Такое не забывается Благодаря вам у нас пропали смычки Чем прикажете теперь играть? Кочергой? Зонтиком? Что за звук? Опять не то Моя жена виолончель Залезла от горя в футляр И не хочет выходить Дорогая Открой К нам пришли Ни за что У меня пиццикату Мы постараемся вылечить вашу болезнь Пиццикату не болезнь А способ игры на струнах без смычка Но это так ограничивает Без смычка Как без рук? Вот ваши смычки Они в полном порядке О, какое счастье Дорогая Так я рада тебя снова слышать И я тебя тоже Теперь вы вернетесь в театр? Ну хорошо Мы вас прощаем До встречи Не расслабляйтесь У нас впереди еще много Обиженных вами инструментов Здесь живет Одинокая арфа Говорят, что арфу Очень давно создал Какой-то античный бог Но до сих пор Голос ее молод и прекрасен Древнейший предок ее Охотничий лук Арфа часто аккомпанирует Другим инструментом в оркестре А соло на арфе Могут исполнять Лишь настоящие виртуозы Субтитры подогнал «Симон» Кажется, мы вас задели Вы задели струны моей души Одна из них лопнула И теперь я очень расстроена Позвольте залечить вашу рану Вот струна Подарок королевской арфы Теперь у вас Будет частичка ее души О, какое интересное Внутреннее чувство Какое-то обновление Хочется вновь творить Кажется, у меня вдохновение Поспешу в театр Мне нужно излить свою душу До встречи! Мне она показалась одинокой И немного печальной Такая у нее романтичная натура Любит погрустить ночью при луне А еще ей тайно нравится Рояль У них с ним внутренне есть что-то общее Хотя внешне они так не похожи Вот, кстати, его дом Рояль означает королевский Инструмент-оркестр В нем скрестились Три рода музыкальных инструментов Струнные, клавишные и ударные Начинался, как и арфа Со струн, натянутых на прямоугольный ящик А позже придумали механизм Который ударял по струнным молоточкам И сила звука зависела От силы удара по клавишам Инструмент с такой механикой Назвали тогда фортепиано Форте означает громко А пиано – тихо Чем могу помочь, джентльмены И леди Да вот я тут хотел Сатисфакции – отлично Дуэль так дуэль Какое оружие предпочитаете? Пистолеты? Шпаги? Да нет, что вы, просто измениться И сегодня без дуэли Тогда, может, в шашки? Давненько не держал я в руках шашек Люблю я, знаете ли, черное и белое А также тонкие оценки между ними Хоп-хоп И в дамки Люблю, знаете ли, блистательные комбинации и победы Проси, чем хочешь Вернитесь, пожалуйста, в оркестр Обещаю Слово короля Квартал ударных музыкальных инструментов Семейство ударных музыкальных инструментов Очень многочисленно и разнообразно по своим голосам Это самые древние музыкальные инструменты человечества Внешне они совершенно не схожи друг с другом Но всех объединяет одно Звук извлекается у них ударом по инструменту Тут в военных палатках живут тарелки Литавры Малый барабан И большой барабан Приветствую вас Здравия желаю, маэстро Вы помните этих детей? Конечно Это те разгильдяи Которые устроили разгром в театре Мы очень сожалеем И больше не будем И очень просим вас вернуться в театр А чтобы легче было перенести этот удар судьбы Вы примите эти часы Отличный ритм и бой И абсолютная форма Мы ударные инструменты Потомственные военные И любим ритм и порядок То, что вы учинили в театре Безобразие и разгильдяйство Трам-тарарам Субтитры сделал DimaTorzok Тут в военных палатках живут тарелки Литавры Малый барабан И большой барабан Приветствую вас Здравия желаю, маэстро Вы помните этих детей? Конечно Это те разгильдяи Которые устроили разгром в театре Мы очень сожалеем И больше не будем И очень просим вас вернуться в театр А чтобы легче было перенести этот удар судьбы Примите эти часы Отличный ритм И бой И абсолютная форма Мы ударные инструменты Потомственные военные И любим ритм И порядок То, что вы учинили в театре Безобразие И разгильдяйство Трам-тарарам Мы готовы все искупить Посмотрим На что вы способны Равняйся Смирно Направо Кругом Ну, рассмешили За это мы вас прощаем Ну, шутки в сторону Время не ждет Конец антракта В театр Шагом марш! Редактор субтитров А.Семкин Я немного расскажу вам О самом главном человеке в оркестре О дирижоре Хотя он и не играет Непосредственно Ни на одном музыкальном инструменте Он одновременно играет на всех Его инструмент Оркестр Во всем мире Музыканты рассаживаются В симфоническом оркестре одинаково В первых рядах Струнные Слева Хорс-клипок Этот хор Всегда разделяется на два голоса Главную мелодию Поют первые скрипки А подпевают им вторые Они сидят в следующем ряду За первыми Справа от дирижера Альты Виолончели Контрабас За ними стоит Арфа По центру находятся Духовые Впереди деревянные Флейты Кобои За ними кларнеты И фаготы За деревянными духовыми Расположились Медные духовые инструменты Болторные Болторные Трубы Тромбоны И туба В самом последнем ряду Ударные Барабаны Тарелки Литавры Рядом с ними Рояль Ну вот и все Музыка вернулась в театр Музыкальные инструменты На месте Ждут музыкантов Дирижер сейчас подойдет И концерт Продолжится Вы можете идти И что же Мы больше никогда не увидимся И приключения закончились? Приключения только начинаются А увидимся мы с вами В музыкальной школе Где-где? В музыкальной школе Ну бегите А то уже антракт закончился Дети Почему вы не пришли в буфет? Там было великолепное Великолепные шампиньоны Мама Папа Отведите нас в музыкальную школу Вы наверное имели в виду зоопарк? Нет Музыкальную школу А может быть все-таки В зоопарк? Хорошо Но после музыкальной школы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»